Здравствуйте! Главная тема выпуска. Рабочий визит министра сельского хозяйства в Обливский район, реконструкция школы в Миллерово и француженка в Новошахтинске. Не просто женщина, а клоунесса. Еще некоторые новости из городов и районов. С рабочим визитом Обливский район посетил министр сельского хозяйства Ростовской области. Вячеслав Василенко осмотрел пассивные территории и провел встречу информационной группы с активом района. На ней побывала и телекомпания «Навигатор». В районе с рабочим визитом побывала информационная группа администрации Ростовской области, которую возглавил заместитель губернатора, министр сельского хозяйства Вячеслав Василенко. Его встретили на границе Советского и Обливского районов глава района Владимир Черноморов и начальник отдела сельского хозяйства Алексей Деревянко. Вместе они осмотрели поля с посевами озимых. Мне понравилось то, что сегодня, какими темпами работы ведутся, качество работ. И уже посеяно более 2000 гектаров ячменя, ранних яровых, скажем, это очень хорошо, потому что ячмень, как пословица, сей овес, грязь будешь князь. И сегодня время терять нельзя. И сегодня уже ведется как раз сев масличной культуры лен. Потому что и правильно, что руководитель уходит от подсолнечника. Лен – это, во-первых, ранняя культура. В июле уже убирать можно. Это хороший предшественник под озимый. Самое главное, в июле и цена на лен больше, чем бывает на подсолнечник в сентябре. Во второй половине дня была организована встреча информационной группы с активом района, в который входят депутаты, руководители сельхозпредприятий, бюджетных и коммерческих организаций. Заместитель губернатора проинформировал собравшихся о результатах экономической деятельности Ростовской области и рассказал о ближайших и перспективных планах областного правительства. – То, что касается газификации, не могу, потому что это идет и через Министерство сельского хозяйства, и вот улица Голая, о которой я сегодня говорил, ну, абсолютно я не понимаю. И мы с Владимиром Николаевичем говорили, что темпы газификации, если уж улица газифицирована, газ проложен, но три квартиры, наверное, это мало, потому что я помню, когда мне писали, или был я, или прием был, там человек 15 приходило, а газифицировано только три квартиры, это абсолютно неправильно, нужно заниматься. То, что касается по нашей линии, это проектирование будущий год, я думаю, мы окажем поддержку району. Надежда Перепелица, Михаил Космынин, телерадиокомпания «Навигатор». В Ростовской области продолжается финансирование различных направлений сельхозпроизводства и социального развития сельских территорий. На сегодняшний день Донским аграриям было направлено более 800 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Из них почти 400 миллионов – это средства несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в сфере растениеводства. Продолжаем выпуск. Реконструкция старой школы номер 2 в Миллерова идет полным ходом. Всего на этот проект выделено 56 миллионов рублей. Около 14 миллионов средств областной казны уже освоены. Сдача объекта в эксплуатацию ожидается к сентябрю этого года. На стройке побывали наши коллеги. Сегодня школа номер 2 – большая строительная площадка. Начавшийся в декабре прошедшего года капитальный ремонт ежедневно продвигается к заветной цели. В день приезда нашей съемочной группы шла установка оконных блоков. Продолжалось наращивание высоты стен для дальнейшего возведения кровли. Ранее успешно выполнен ряд других работ. Смонтирована тепловая трасса, канализация, подсоединена вода. То есть сделаны все коммуникации в школе. Устанавливаются плиты перекрытий. Также в данный момент идет демонтаж второго корпуса здания школы. Специалисты на данном объекте задействованы почти каждый день до 30 человек. Начата штукатурка помещений. Многие перегородки внутри здания пришлось возводить заново. Так на месте бывшего холла теперь будет расположена просторная столовая и пищеблок. Мы находимся с вами на территории старого здания, где раньше был парадный вход. Но сейчас все здесь демонтировано. И в новой школе планируется здесь столовая. С хорошим обеденным залом, со всеми подсобными помещениями. В помещениях, а также в корпусе спортивного зала появились необходимые аварийные выходы. Новое здание, где в дальнейшем разместят раздевалки, душевые и туалеты. По проекту в отремонтированной школе будут созданы все необходимые условия для 220 учеников. 11 классных комнат расположены в основном здании. Три кабинета во втором корпусе, который появится на месте этих старых построек. В ближайшие дни их демонтируют. Не осталось незамеченным нашей съемочной группой. Новое ограждение длиной более 600 метров. Произведен спил старых деревьев. Постепенно с территории вывозится строительный мусор. По плану объект должен быть сдан в эксплуатацию к 1 сентября текущего года. Более 70 миллионов рублей получат частные образовательные организации области в этом году. Губернатор Василий Голубев уже утвердил порядок предоставления субсидий. Помимо этого, поддержку из областного бюджета смогут получить индивидуальные предприниматели, которые работают по программам дошкольного образования, осуществляют присмотр и уход за детьми. Подробная информация предоставлена на сайте Донского правительства. А сейчас – короткие новости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ростовская область взяла шефство над Красногвардейским районом Крыма, согласно разработанной схеме Министерства регионального развития. Эта территория полуострова имеет много общего с Донским краем. Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, наши промышленные предприятия, сельхозпроизводители, виноделы имеют глобальный интерес к сотрудничеству. Мы заинтересованы в реализации проектов по строительству в Крыму, санаториев, пансионатов, развитию прибрежной инфраструктуры. Кураторством Крыма займутся субъекты Российской Федерации с лучшими практиками в государственном и муниципальном управлении. Всего их 16. Юная Леди Весна появилась в Пролетарском районе области. Конкурс, в котором победительницы присваивают этот титул, проводится уже седьмой раз. За звание «Леди Весна» соревновались пять девушек. Проходя все туры, они представляли себя, показывая свои таланты. В номинации, посвященной 90-летию района, участницы постарались в полной мере раскрыть тему патриотизма. Высказались девушки в наглядной форме и о пагубных пристрастиях современной молодежи, о вреде алкоголя и наркотиков. Все конкурсантки были милы и талантливы и показали себя с самой лучшей стороны. И все же редко, когда увидишь на подиуме одновременно несколько королев красоты и юности. Дефили в вечерних нарядах зрителей покорило, а подведение итогов вызвало бурю эмоций. Победительницей интернет-голосования стала Мария Белоусова, получившая около 30% всех голосов. А юной Леди Весна была избрана Анастасия Бордюкова. Глава района вручил победительнице диплом и награду – ювелирное украшение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карин Венерон окончила театральный институт в Гренобыле. Еще в подростковом возрасте начала изучать русский язык. Сейчас работает в различных театрах Франции, Италии и России. Я актриса и режиссера, и педагог. Карин также является постановщицей уличных спектаклей, талантливым импровизатором, клоунессой. Работает с известными режиссерами, проводит мастер-классы в разных театрах, участвует в совместных франко-русских проектах. Карин согласилась приехать в наш город и провести мастер-класс для актеров Новошахтинского драматического театра. Между театром и клоунадой, как говорят актеры, есть прямая связь. По их мнению, овладеть этим жанром считается высшим пилотажем. А Карин в этом деле – мастер. Да, мне очень нравится, я очень люблю работать в этом жанре, потому что эмоций хватит, чтобы сказать, что мы хотим сказать, вы понимаете. Телом языка и глазами можно передать эмоции, находящиеся внутри. На сцене тему импровизации задают зрители. Актер, одев нос, мгновенно перевоплощается и, видя мир под другим углом, выдает чистую эмоцию. Потому что мы разные, как в жизни, мы все разные, и через нос мы можем показать, что внутри существует. Дайте мне грусть. Артисты Новошахтинского театра надеются на долгое плодотворное сотрудничество с французской клоунессой. Есть огромное желание поставить спектакль под руководством Карин Винерон, так как она талантливый режиссер. А тот уникальный опыт, которым с удовольствием поделилась Карин, нашим актерам, несомненно, пригодится в их творческом развитии. На сегодня это все. Вы смотрели «Главное время местное» вела программу Таисия Киргеева. Увидимся завтра на нашем канале в вечернем информационном часе. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!